Ведра, наполненные водой, уже стали привычной частью интерьера музея Дереводружбы. Они появляются здесь каждый дождливый день. Крыша музея протекает много лет, что приносит массу неудобств. В первую очередь для посетителей. Наконец проблема будет решена. В здании начался долгожданный ремонт. Только одной кровли предстоит поменять 900 метров. Плоская кровля, это старая кровля, она давно уже вышла из строя. И, конечно, она подтекала у нас. И будет фасад частично. Видите, у нас тут бордюры, некоторые мраморные плитки облетают. Часть облицовки уже убрали. Здание покроют травертином. По прочности этот камень не хуже мрамора и устойчив к природному воздействию. Кстати, здание музея такого ремонта не видело со дня своего открытия. Более 35 лет. Оно построено по уникальному проекту архитекторов Московского государственного проектного института. Здесь хранятся экспонаты, привезенные в дар дереву дружбы с разных концов света. Но внутри пока менять ничего не будут. Нет средств. Ремонт ведется только в здании музея. Самого сада он никак не коснется. Тем не менее, работы здесь не прекращаются ни на минуту. Обрезка, удобрения, уборка территории. Сад нуждается в ежедневном уходе. Сейчас все деревья находятся под укрытием. В такой одежде они спасаются от холодов. В ней же пережили заморозки и спаслись от новогоднего снега. Но пока недоступны для глаз туристов. На время ремонта музей под открытым небом закрыли. Увидеть его уже обновленным любители субтропических растений смогут 21 февраля.